Власть всегда как-то оперирует лозунгами, которые ей на руку. И она поэтому всегда хочет отнести все доводы, которые ей мешают, обозначают проблемы, с которыми она до сих пор не справилась. И поэтому она выталкивает в оппозиционную зону всех, кто так или иначе говорит о проблемах. И именно тех, кто говорит о проблемах, она и называет оппозиционерами. В теме, которыми занимался мемориал, власти увидели угрозу. Открытие истинных масштабов репрессий. А главное, вывод, который следовал из этих масштабов, что это были не какие-то случайные перегибы на места. Это не какие-то особо рьяные чиновники или НКВДшники перестарались. Это была целенаправленная политика. Как первоначально, значит, со времен перестройки всем нам казалось и утверждалось, что это все, значит, результаты деятельности Сталина. Затем стало все больше и больше и больше доводов. Стало выясняться, что Сталин лишь один из. Эти сведения, вот эта информация нынешней нашей действующей власти оказалась, ну, очень и очень неудобна. Почему? Потому что, как мы с вами видим, нас сейчас с вами упорно тащат в сталинские времена. Естественно, какие-то сведения, там, порочащие, значит, Сталина, это, как говорят некоторые из деятелей современных, это наезд на Россию. По современным понятиям, прав у человека и гражданина нет никаких и быть не может. Есть право государства, значит, вот человек существует для государства. Сейчас вот мы, вспоминая Манну, говорим, что, вот, к сожалению, да, она там ушла преждевременно. Пеждевременно, это определённо так. Конечно, она могла сделать ещё очень и очень многое. Но вот в какие-то моменты наших, так сказать, внутренних коллизий возникает такая вот крамольная мысль, что может быть и хорошо. Может быть, она и вовремя ушла. Потому что ликвидация мемориала, до которой она не дожила, мне даже страшно подумать, какой это был бы для неё удар. Это случилось 4 мая прошлого года, в общем, то есть разгар пандемии. Она заболела и ничего не смогли, то есть помочь ей не смогли. Она ушла из жизни. Она завещала её нигде не хоронить. После кремации прах развеять на 12-м километре. Что мы и сделали. Приехали для участия в этой траурной церемонии наши коллеги из Москвы. Олег Орлов, Елена Жемкова, члены правления международного мемориала. Кстати, вот 10-го числа было вручение Нобелевской премии мира. И они бы участвовали в этой церемонии в Осло. И мы развеяли прах Анны Яковлевны на 12-м километре. В двух местах. На одном таком пригорчике, который она сама всё время как-то так облюбовала, выделяла его. И под четырьмя соснами, которые тоже она очень любила. Это недалеко от масок скорби. И вот там она упокоилась. И мы, естественно, когда бываем в Осло. И мы всегда её там вспоминаем. Неоднократно также Анна организовывала поминальные мероприятия по поводу иностранцев. Прибалтов, поляков, немцев, которые были здесь расстреляны. Вот она же, кстати говоря, да, вот это вот открытие мемориальной доски был у дежур матери Анны Неизвестного. Вот она же, кстати говоря, была инициатором и одним из активнейших продвигателей, так скажем, открытия памятной доски Осипу Мальдерштаму. На вокзале нашем, где он, как известно, провёл некоторое время при пересылке к месту ссылки. И вот, да, её постоянно, постоянно усилиями властей пытались куда-то задвигать как-то. Сделать так, чтобы её не было вообще. Не знаю по поводу того, что, как Алексей говорит, не смогли её спасти. Есть такое подозрение у меня лично, что и не пытались. А может, это... Если вообще не помогли. Потому что, да, конечно, доказательств этого нет. Это только лишь предположение. Но, к сожалению, имеющие под собой очень серьёзные, очень веские основания. Это всё вот её... Её жизнь, её любовь. Она сама говорила о том, что она хочет покоиться среди вот этих вот людей, которые были похоронены на 12-м километре. Субтитры создавал DimaTorzok